Когда видишь, как царь выносит Хамас без остатка, когда один за другим гибнут командиры группировки, сам собой возникает вопрос, а на что вообще эти командиры рассчитывали? У Израиля сотни современных танков, несколько тысяч боевых бронированных машин, есть гаубицы, минометы, реактивные системы залпового огня, боевые самолеты, ударные вертолеты и дроны. Кроме того, в Израиле призывная армия, дающая под полмиллиона человек мобилизованного резерва одним днем. Израиль одна из самых милитаризованных стран в мире. По числу военнослужащих на душу населения он занимает шестое место в мире, заметно уступая только двум Кореям и Кубе. А с Тайванем идет почти вровень. Даже если вы очень большая и сильная страна масштабом Соединенные Штаты, то воевать с Израилем как минимум будет для вас очень невыгодно. Кусок пустыни, который с севера на юг, из метулы в Эйлад, можно не спеша пересечь на машине за 6 часов, точно не тот приз, который окупит столкновение с огромной, хорошо вооруженной и обученной армией. Нельзя начать такую войну с целью ее выиграть, если вы не Соединенные Штаты, не Китай и даже не Иран, а кучка полуграмотных оборванцев, не пойми чем вооруженных и не пойми как обученных, не пойми как накормленных и одетых. Если ваша авиация это парапланы, а у противника F-35. Стоило же понимать, что поражение при таком раскладе неизбежно, что огрести ты можешь очень больно, что Израиль ни при каких обстоятельствах не спустит с рук рейды Айнзацгрупп на свою территорию. За фестиваль первобытных зверств, расправ над женщинами и детьми придется очень дорого заплатить. Более того, в кои-то веки западное общественное мнение будет целиком и полностью на стороне Израиля. Мало сейчас найдется таких лидеров мнений, у которых на фоне столь жестоких убийств и бессмысленных зверств повернется язык осудить Израиль за его ответные действия. А ведь казалось, как-то нормально же они там устроились. Хамас в Газе обладал всей полнотой власти и творил с ее жителями, что в голову придет. А еще он получал бешеные бабки со всех сторон. И от спонсоров терроризма вроде Ирана, и от нефтяных монархий на борьбу с Израилем, и от бесчетного множества национальных правительств западных стран или благотворительных организаций ООН и Евросоюза, как несчастная жертва этого самого Израиля на гуманитарные нужды. Казалось бы, в таком режиме можно было бы жить вечно. Ну а что, строгаешь ракеты из водопроводных труб, запускаешь их из плотной жилой застройки, куда попало. Израиль вдарит в ответ по местам запуска. Ведущие мировые СМИ покажут фотографии окровавленных детей, жертв израильской военщины. В итоге в твои карманы текут новые транши от сердобольных граждан и организаций со всего мира. И чего же не жилось-то? И в этом причина наших сложностей с пониманием конфликта. Мы с вами привыкли наблюдать за совсем другими злодеями. За советской номенклатурой. За людьми, предельно циничными, у которых априори нет никаких убеждений. За людьми, которые говорят одно, думают другое, а делают третье по четвертым причинам. У которых за слова, дела и мотивы отвечают три разных участка мозга, между которыми, кажется, вовсе разорвана нейронная связь и сигналы не проходят. Мы не верим в настоящих буйных, в фанатиков. Мы привыкли, что дураков перед нами корчат, но мыл не едят. Что все наши сумасшедшие, сумасшедшие лишь в свою пользу. Они могут сколько угодно кулачком грозить всему НАТО. Но если ввязываются с кем-то в войну, то этот кто-то должен уступать по всем параметрам минимум в разы, чтобы его можно было вынести за три дня. Да, потом все может пойти сильно не по плану. Но изначально целеполагание именно такое. Драться с теми, кто ответить не может. Мы с вами сформировались и живем в очень циничной и по-своему очень рациональной системе. Она может совершать ошибки, порой тяжелые и губительные для себя. Но это именно что ошибки, переоценка своих сил, недооценка противника и внешние реакции. Но мотивы системы всегда прозрачны и понятны. Легко понять, где публичные глупости, а где реальные цели. Зачем в действительности Путин напал на Украину? Чтобы быстрой и бескровной победой обеспечить себе поддержку и легитимность как минимум на грядущее голосование. А может и на весь остаток своей жизни. Да, существуют всякие личные мотивы, личная история унижений, личные амбиции. Но это все не так важно на фоне понятной внутриполитической задачи. Сохранить власть, переломить тренд на снижение поддержки. Но это наши знакомые советские КГБшные жулики. В действиях же Хамаса при всем на то желании нельзя разглядеть никакой рациональности. Израиль не самоштабный противник. Развязав с ним войну, вы теряете все и не приобретаете ничего. Помимо прочего, вы сливаете в унитаз долгие годы, надо признать, очень успешной пиар-компанией. Долгие годы мы наблюдали, как западные либералы, которые очень адекватно оценивают ситуацию в мире, под 99% слов которых можно смело подписываться, будто бы сходили с ума и цитировали методички террористов, как только речь заходила об Израиле и Палестине. Однако, после той чудовищной резни, которую устроили боевики Хамаса в израильских городах и поселках, никто людоедом сочувствовать не будет. Развязав подобную войну, вы потеряете и власть, и, скорее всего, жизнь. Бежать вам особо некуда, после того, что увидел весь мир. Про убежище в Европе и сытую жизнь на пособия и гранты можно забыть навсегда. И это было неизбежно. Не было варианта, что будет как-то иначе. Так почему же тогда? Потому что фанатики. Сложно уместить это в нашей голове. Не залазит это объяснение. Углами упирается. Но важно понимать, не все на свете людоедские деструктивные режимы возглавляют отпетые циники. Бывают исключения. Бывают люди, для которых кровавое насилие не средство, не способ удержать власть или обогатиться. Совсем наоборот. Средством для них становится власть и деньги. Средством для достижения главной цели. Убить как можно больше евреев. Хамас существует не для того, чтобы его начальство построило себе жилой дом размером с терминала аэропорта. А для того, чтобы убивать евреев. Между тем, чтобы потратить миллион долларов на квартиру в Дубае и тем, чтобы скрафтить на этот миллион побольше ракет и бомб, купить побольше автоматов, руководство Хамаса всегда выберет второе. Ведь если этот миллион долларов позволит убить хотя бы на одного еврея больше, значит, в их понимании, эти затраты того стоят. Нам, живущим в постсоветской России, это сложно понять и в это сложно поверить. Так же сложно, как и в то, что ванзейская конференция, на которой нацистская верхушка рассматривала окончательное решение еврейского вопроса, случилось не в конце 30-х, когда у нацистов все было хорошо, а в январе 42-го, когда провалилось наступление на Москву, в войну вступили США и поражение стало лишь вопросом времени. Казалось бы, вот только евреями в это время и заниматься. Они прям самая большая проблема нацистского режима, проигрывающего войну. Но Гитлер фанатик, и для него так и есть. Самая большая проблема именно, что еврейский вопрос. Как воевать, по сути, со всем развитым миром, это дело второстепенное. Главное успеть перебить побольше евреев. Лагерь смерти Аушвиц достиг пика своей мощности в августе 44-го. Война проиграна, Западный фронт рухнул, союзники освободили Париж, Италия почти год как капитулировала. Финляндия, Румыния и Болгария вышли из войны. Немецкая армия бежит из Югославии и Греции. Красноармейцы переходят свою границу и движутся в Европу. Союзная авиация утюжит германские города совершенно нещадно. Казалось бы, каждый человек, способный держать оружие, каждый вагон, каждый паровоз, каждая тонна угля и банка тушенки должны отправляться только на нужды фронта. Но огромная, страшно дорогостоящая, ресурсоемкая индустрия по поиску, отлову и уничтожению людей не просто не затухает, а лишь растет. Так ведут себя фанатики. С их точки зрения есть только одна цель, и для ее достижения все средства хороши. Это нам кажется, что нападение на Израиль было обречено с самого начала. Что мы понимаем под словом обречено? То, что военная победа исламистов над Израилем невозможна. Что развязав такую войну, лидеры Хамаса подписали себе смертный приговор. Но никто и не собирался побеждать Израиль. Убито больше 1300 человек. На свете стало меньше израильтян, чем было. Задачи вторжения на этом выполнены. А никакие последствия, кроме собственно искомого смерти евреев, не имеют для фанатиков никакого значения. Вот, казалось бы, ничто не принуждало Усаму Бен Ладена провести почти всю жизнь, скрываясь по пустыням и пещерам с автоматом Калашникова наперевес. Его отец был миллиардером. Его семья владеет и управляет одним из крупнейших строительных конгломератов на Ближнем Востоке. Со смертью отца в 67 году десятилетний Усама унаследовал как минимум 25 миллионов долларов. Если пересчитать с учетом инфляции, в наши дни это больше 200 миллионов. Ничто не мешало наследнику провести точно такую же жизнь, как у абсолютного большинства людей сходного происхождения. В огромном доме из белого мрамора, разглядывая собственную коллекцию классических автомобилей. Но деньги, положения и связи были для Усама Бен Ладена лишь средством достижения главной цели – убийства неверных. Те, о ком мы привыкли говорить, российские чиновники и силовики, будут убивать ради образа жизни саудовского принца. А Бен Ладен отказался от этой жизни, лишь бы убивать. Почти невозможно взглянуть на мир глазами таких людей. Людей, инфицированных кровавой идеологией. Людей, готовых ломиться через пролом в заборе на верную смерть не ради гипотетической возможности купить квартиру, не за большую зарплату и не ради грабежа, а чтобы своими руками растерзать еврея. Но мы логику эту должны осознать. Если на войну Израиля и Хамаса мы будем смотреть глазами, привыкшими к российско-украинской войне, то просто не поймем масштаб проблемы, с которой столкнулся Израиль. Израиль фактически лишен какой-то переговорной позиции. Не только потому, что преступления Хамаса слишком страшны, и за них должны наступить адекватные последствия. Не только из-за вечной дискуссии, можно ли вести переговоры с террористами, а потому что самим террористам эти переговоры и даром не нужны. В свое время на весь мир прогремел скандал с передачей Tomorrow's Pioneers. Это как наши спокойные ночи, малыши. Вот только милые зверята, в частности Микки Маус, объясняли детям, почему именно и как в точности нужно убивать евреев. Объясняли, что принести себя в жертву Аллаху во имя этой главной и единственной цели счастья, Передача эта возникла в эфире сразу с приходом Хамаса к власти в 2007 году и шла до 2009. То есть на ней выросло нынешнее поколение террористов. Как раз в то время они были маленькими детьми. Об этом шоу мы знаем только по одной причине. Для него натырили диснеевских персонажей. Не только Микки, но даже Симбу из Короля Льва. Но это лишь снежок на верхушке айсберга. Той машины по идеологической индоктринации детей, которых Хамас выстроил в газе. Людям, воспитанным в культуре, где насильственная смерть, ожидаемый и желаемый итог жизни, просто нечем угрожать. Обратите внимание, например, на пропагандистский ролик Хамаса, который сейчас появился в сети о производстве ракет. Их постройка начинается с выкапывания действующих водопроводных труб. В этих ракетах нет никакой электроники, нет систем наведения. Они просто летят в белый свет, как в копеечку. Часть ракет упадет сразу. И еще и на территории газа убьет там кого-нибудь. Большую часть тех, что долетят, собьет железный купол. Из оставшихся большинство упадет на пустыри и парковки. Единицы попадут в жилые дома. Из них лишь отдельные проценты причинят хоть какой-то вред живым людям. Таким образом, чтобы контузить или напугать одного еврея, нужно выкопать километры водопровода. Оставить при тамошной плотности населения десятки тысяч людей без чистой воды. А чистая вода – это вообще главное достижение цивилизации. Ведь совсем не развитие медицины внесло основной вклад в продолжительность жизни человечества. Отсутствие водопровода – это сразу же привет разгулу всех на свете инфекций и чудовищной младенческой смертности. Особенно, если мы говорим о местности с очень жарким климатом, где нет переизбытка природных источников питьевой воды. Бойцы Хамаса готовы оставлять себя, свои семьи и детей без критической инфраструктуры, без воды, обрекая себя и окружающих на очень тяжкое существование. А иногда и на смерть. И все это просто для того, чтобы обрести гипотетическую возможность убить хотя бы одного еврея. Масштабы жертв совершенно несоразмерны. Нормальная переговорная позиция более сильного противника по отношению к более слабому звучит так. Если вы не прекратите свои попытки нас убить, то мы вас всех уничтожим. Но тут это не сработает. Ведь другая сторона отвечает – окей, пусть мы умрем, зато заберем с собой какое-то количество ваших. И пусть масштаб будет один к ста или даже один к тысяче, но на свете станет меньше евреев, а значит мы умрем со смыслом. Единственный выход, о котором сейчас многие стали говорить, типа зачистить сектор газа под ноль, это на самом деле никакой не выход. В заложниках у террористов, помимо нескольких десятков граждан Израиля, находятся два миллиона мирных жителей самой Газы. Людей, которые не могут оказать никакого сопротивления, чья жизнь целиком в лапах фанатиков, построивших тоталитарный режим с нулевой толерантностью к любому инакомыслю. Режим, который не сажает одного человека, чтобы напугать сто тысяч, а самым зверским образом убивает каждого, кто показался ему недостаточно лояльным. Да, идеологическая индоктринация с самого детства работает, но никакой Микки Маус не справился бы без тоталитарного страха. Надо помнить, что одним из главных политтехнологических приемов на последних и единственных выборах в Газе была пила, которой Хамас ампутировал руки и ноги своим оппонентам. Террористам на свою-то жизнь плевать. Жизнями же своих соседей они жертвуют вовсе не задумываясь. Бомбежки и блокады их совершенно не впечатляют и не волнуют. В первую очередь именно жители Газы нуждаются в освобождении от террористического режима. Именно они его первые жертвы. У израильтян есть сахал, а между жителями Газы и кровавыми упырями не стоит никто. Перед Израилем стоит задача какого-то совершенно фантастического уровня сложности. С одной стороны, нужно ликвидировать режим Хамаса под корень и без следа, ведь горбатых только могилой исправят. Не существует шанса, что выжившие не продолжат в том же духе. С другой стороны, нужно избавиться от Хамаса так, чтобы не вырастить новое поколение террористов. Бомбежки и военные рейды неизбежно влекут жертвы среди гражданских. Если для Хамаса это не проблема, а иногда даже и полезно, то для Израиля это еще какая проблема? Проблема не только этическая, хотя и это важно, но еще и проблема вполне практическая. Ребенок, увидевший, как разбомбили его дом, легче поддастся пропаганде и гораздо вероятнее вырастет террористом. Не очень понятен даже путь к этой победе. Непонятно, как эта победа должна выглядеть. Изоляция, интеграция, оккупация. Каждый вариант несет гигантские совершенно издержки для израильского государства и общества. Причем, к большому сожалению, издержки вовсе не финансовые. Террористы будут отбиваться до последнего. Конечно, Цахаль их добьет, вопросов нет. Но чего дальше делать с этой территорией и людьми ее населяющими? Хотел бы я быть столь самонадеянным, чтобы раздавать тут советы. Но важно помнить, что, конечно же, никто не обречен. Есть примеры, когда нищие террористические анклавы, промышлявшие лишь насилием против благополучного соседа, становились в итоге процветающими демократией. Например, Республика Ирландия не всегда занимала четвертое место в мире по ВВП на душу населения, вдвое обгоняя Британию. Еще в начале 80-х там был вполне себе кошмар. Конечно, газа ни в какое сравнение не идет с Ирландией. Однако, есть шанс вывести газу из-под власти террористов. Можно даже после десятилетий крови с обеих сторон построить добрососедские и взаимовыгодные отношения. В конечном итоге, нынешний Евросоюз составлен из государств, которые всего лишь каких-то 80 лет друг друга не мочат, чем самозабвенно были заняты все предыдущие десятилетия и даже столетия. История делается людьми. И все зависит только от их решений. Если на пути к нормальному будущему не стоят законы физики, то к нему можно прийти. Пусть сейчас так и не кажется. Неделю назад флагом Израиля были подсвечены Бранденбургские ворота. При этом еще живы и даже в своем уме люди, заставшие реальности, где звезда Давида не смогла бы сверкать в центре Берлина. И казалось, что не смогла бы никогда. Приснись, кому в те времена такое со страху в окно бы сиганул. А теперь она там. И никого это не изумляет. Теперь это в порядке вещей. В социальном поле нет нерешаемых проблем. Причем спустя лишь пару десятков лет после того, как проблема решится, никто уже не вспомнит, что она вообще была. Но бывают проблемы, решаемые до предела тяжело. И Израилю, безусловно, досталась одна из них. Уклониться нельзя. Заморозить нельзя. Отложить нельзя. Только решать здесь и сейчас. В конце обязательно надо сказать о том, что происходит с адвокатами Алексея Навального, Игорем Сергуниным, Алексеем Липцером и Вадимом Кобзевым. В наше время, когда закон в России официально объявлен лжеучением, уголовное дело с заключением под стражу трех человек кажется даже не такой уж и крупной новостью. Равно как и обыски, где бы они ни проходили. Но на самом деле преследование адвокатов за их профессиональную деятельность и только за нее – это новый уровень беспредела. Сигнал всему профессиональному сообществу. Отныне существуют неправильные подзащитные. Отныне между вами и профессиональным долгом должна стоять мысль об отношениях клиента с режимом Владимира Путина. Потому что если отношения плохие, то это уже не ваш клиент, а ваш соучастник. Прямая криминализация адвокатской деятельности – это то, что позволяет себе далеко не каждый людоедский режим. Последствия таких решений будут долгосрочными. Все-таки адвокатура, в отличие от правосудия, в России пока еще живет и даже показывает чудеса профессионализма в невозможных условиях работы. Защитникам Алексея Навального желаю мужества и выдержки. Ужасное дело пострадать за свой профессиональный долг. Но если есть в жизни героизм, то это именно он. Полноценный ролик выпустим на эту тему в следующем. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok